Сейчас у нас Аэрофлот начал развитие своей стратегии региональных баз. И в частности, одна из баз будет находиться по планам в Новосибирске. Как раз это базовый аэропорт для СССР. Как вы видите, в связи с этой, скажем так, конкуренция будет возрастать? Как вы видите свою стратегию развития в этой перспективе? И как вы будете развиваться? Мы в настоящее время развиваем несколько региональных аэропортов, баз, увеличиваем частоту полетов. У нас уже 4 машины базируются в Владивостоке, 3 в Иркутске. Большая часть флота в Новосибирске. Мы этой конкуренции не боимся. Реально формируется маршрутная сеть аэрофлота пока только в Красноярске. Они открыли следующее лето. Уже мы знаем их программу, готовимся к конкуренции. Во Владивостоке это, наверное, адрес 120 наилу. Да, у нас получается так, что чем дальше в Сибирь от Москвы, тем более новый флот базируется. Там как раз наибольшее преимущество его. Это и экономия на топливе, и уникальные длинные маршруты. У нас уже, кстати, извиняюсь, следующим летом ни одна машина старого поколения не будет выполнять полеты ни из Владивостока, ни из Новосибирска, ни из Иркутска. Мы сами видим возможности для роста на Дальнем Востоке в августе 2019 года. Если сравнивать нашу программу полетов с 2018 годом, мы приросли в креслах на Дальнем Востоке на 38%. Мы это громко не заявляем, не объявляем, просто видим возможности для роста нашего присутствия и делаем это. Большая часть этого роста сосредоточена на новых маршрутах, которые не выполнялись с этого региона. Это и внутренние, и международные. По новым маршрутам можете рассказать, какие будут открыты, например, в этой зимней навигации? Если говорить о Дальнем Востоке, то ситуация достаточно нетипичная, сильно расходится с европейской частью. Если жители крупных городов европейской части избалованы географией полетов, есть возможность, скажем, к местам отдыха отправиться в совершенно разнообразные города Европы, Ближнего Востока или Госточной Азии, то типичная ситуация с крупными региональными центрами на Дальнем Востоке – это один-два рейса чартерных куда-то в Таиланд или Вьетнам и все. В этом плане мы как раз очень сильно даем возможность выбора. Мы открываем новые страны, в том числе для тех городов, где мы базируем воздушные суда. Я понимаю, что спрос у жителей есть, но, возможно, есть какие-то, скажем так, преграды для развития, в том числе инфраструктура местных аэропортов? Да, инфраструктура аэропортов на Дальнем Востоке – это основной сдерживающий фактор, пожалуй, который продолжает действовать уже несколько лет. Почти все аэропорты не работают ночью, соответственно, невозможно базировать машину там и ее хорошо утилизировать круглые сутки. Также мы, например, начинаем сейчас упираться в инфраструктуру аэропорта Владивосток, крупнейшего аэропорта в Дальневосточном федеральном округе. Практически все слоты уже заняты как для внутренних, так и для международных рейсов. Я вас поняла. Стратегия развития региональных перевозок, она, как мне кажется, связана и с флотом, тоже у вас есть региональные самолеты Embraer Е-170. Сегодня была презентация представителя компании Embraer. Производитель теперь намерен сосредоточиться на производстве уже новых ВС, нового поколения. Как вы присматриваетесь ли к новому поколению и планируете ли уже заменять свой флот именно вот у региональных самолетов? В целом наш фокус – полное обновление флота к новому поколению. Мы эту осенью очень активно выводим машины, которые уже заслуженно полетали у нас, трес-19-е, продолжаются поставки NEO, Airbus. Что же касается региональных машин, мы только недавно начали их эксплуатировать. Пока еще хотим почувствовать их и добиться высоких показателей на той маршрутности, где мы летаем, и на тех машинах, которые у нас есть в парке. Пока еще совсем так рано говорить о четких планах. В региональную нишу мы зашли достаточно недавно. Попробовали ее много лет, туда не хотели идти. Тем не менее, нам это удалось. Мы оригинальными перевозками, например, занимаемся не только в Новосибирске, но у нас и в Санкт-Петербурге базируются машины, и в Домодедово, в Иркутске. Мы прорабатываем варианты других баз. В целом, мы, можно сказать, научились их эффективно использовать. В целом, эта машина хорошо показывает себе. По поводу открытия других баз, это пока предварительно, или может быть какой-то интересный? В поработке, потому что не так просто открыть новую базу, особенно на, скажем, Эбрайере, потому что тут должна быть критическая масса накопиться и по маршрутной сети, и станцию технического обслуживания линейного нужно создать и продумать, как будет оборот экипажей. Весь организован, и резервирование ВС, все, ну, как бы, не так просто. Так что, как бы, степ-бай-степ. Есть уже понимание, сколько вы перевезете пассажиров по итогам года? В этом году мы ожидаем чуть больше 18 миллионов пассажиров. Мы, как бы, никогда не гнали за какими-то объемами. То есть наш рост такой, он очень разноплановый и аккумулируется из разных источников. То есть где-то мы увеличиваемся просто в объемах за счет прихода воздушных суден. В этом году у нас будет чуть выше лот-фактор. Какие-то машины мы более эффективно начинаем использовать, скажем, по тем же региональным машинам. Мы существенно увеличиваем налет по эмбраеру при том же количестве воздушных суден. Мы существенно увеличим налет. Вы сказали, что, в принципе, не гонитесь за доли рынка, да? Как я понимаю, что многие компании, они все-таки хотят рентабельности своего бизнеса. И в последнее время часто обсуждается проблема того же повышения стоимости авиакеросина и то, что он увеличил расходную часть авиакомпаний. То есть как вы оцениваете эту ситуацию? В этом году ситуация поменялась, цены снизились? Вообще вот рост цены авиакеросина, который в прошлом году и в первом квартале этого года был действительно беспрецедентный. Это самая большая составляющая в себестоимости перевозки. И рост был просто огромен. Это потом сказалось и на авиатарифах. Но, тем не менее, по экономике авиакомпаний всей авиаотрасли в России был нанесен мощный удар. Сейчас цена авиакеросина последние пару кварталов не растет. Сложно сказать, мы радуемся этому, не радуемся, потому что вроде как не растет, но, с другой стороны, она на таком высоком уровне, что сложно, как бы, всем сложно. Редактор субтитров А.Семкин